Всем привет! Меня зовут Крис Савельева и я очень рада, что вы попали ко мне на YouTube канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчики и погнали! Сегодня у нас с вами будет ролик, который будет посвящен теме распаковок девочки. Мы сегодня с вами поговорим про наш любимый Wildberries, а также золотое яблоко. Я думаю, что это те самые два магазина, в которых мы оставляем огромное количество денег. И я на самом деле раньше вообще не делилась своими тратами, покупками, считала это чем-то неуместным. Но после того, как я не так давно сняла ролик про золотое яблоко, можете посмотреть его здесь. Я сделала подробный обзор своей косметики по уходу за волосами, по уходу за лицом. Я думаю, что он многим понравился, потому что в этот раз я решила сделать еще один очередной обзорчик заказа золотого яблока. Пришел он ко мне буквально вчера, чем-то я уже успела воспользоваться, что-то у меня уже постоянное. В общем, сегодня мы с вами об этом подробно поговорим. И также, конечно, затронем тему Wildberries. Ну что, начнем? Итак, погнали. Я предлагаю сегодня начать анбоксинг нашей большой посылки золотого яблока. Немножечко по ней постучим. Такой вот ASMR. Конечно, красота. Знаете, как Новый год. Открываешь коробочку с косметикой. Боже, какой праздник. На самом деле, у меня, как у любой девушки, как правило, все заканчивается в один момент. В прошлом ролике у меня закончилась декоративная косметика. В этом ролике у меня закончилась косметика по уходу за лицом. Именно поэтому сейчас мы сделаем с вами большой анбоксинг. И я расскажу поподробнее, какими средствами я пользуюсь часто, а какие я заказала в первый раз. Давайте начнем с того, чем я пользуюсь часто, регулярно и периодически заказываю. Это косметика La Roche Passay. Косметика по уходу за лицом. Надеюсь, что я правильно произнесла эту марку, потому что мне всегда казалось, что она говорится именно так. Я уже в который раз заказываю эту марку по уходу за лицом. Мне она очень нравится. Пользуюсь ей достаточно давно, но череду линейки. Когда-то, когда я ходила к своему косметологу, я его посещаю регулярно раз в три месяца, я слышу о том, что не так важен именно дорогой домашний уход, как важно регулярно приходить в косметологу, делать какие-то пилинги, чистки и ухаживать профессионально за кожей. Потому что все равно домашний уход, он не восполнит косметологически. Вы должны понимать, что домашний уход, он создан для поддержания кожи. Я пробовала большое количество кремов, дорогих, недорогих. И честно сказать, я разницы на себе не вижу. То есть вот этот крем, я не знаю, сколько он стоил, честно говоря, наверное, порядка 1000 рублей. Но он просто потрясающий, девочки. Я вам его искренне рекомендую. Он вот такой вот небольшой, легко с собой поместится в косметичке, предположим. И он действительно просто потрясающе увлажняет кожу на зиму, на осень самое то. Я его часто покупаю как раз-таки в осенне-зимний период, потому что он позволяет коже прям, знаете, такой быть хорошенькой, гладенькой и увлажненной. То, что очень важно, когда, предположим, на улице ветрено, либо идет снег. Это просто моя любовь, тоже хочу ее поделиться. Это просто потрясающая пенка для умывания. И что очень важно, это не просто пенка, это мицеллярная пенка. То есть она совмещает в себе смывку также от косметики. Я не люблю использовать многоступенчатые уходы, где очень-очень много всего. И тебе еще нужно разобраться, что, зачем тебе использовать. Максимум, что я всегда беру. Это уходовые средства, это маски, безусловно. И это, предположим, не знаю, пилинг, предположим. И то, я пилинг всегда делаю практически у косметолога. Поэтому, конечно, рекомендую. Эта пеночка хорошо смывает косметику, не раздражает кожу, не сушит ее. Но, собственно говоря, она и создана для чувствительной кожи на основе термальной воды. Потому что, действительно, мне она просто отлично подходит. Хотя я не могу сказать, что у меня суперчувствительная кожа. Следующее, что также я взяла от этой марки, это вот такая вот потрясающая, очищающая, матирующая маска для жирной и проблемной кожи. Я думаю, что многие девочки сталкиваются с проблемами перед теми самыми днями, когда у нас обсыпает лицо. Но, по крайней мере, у меня это прям номер один моя проблема. То, что у меня всегда обсыпает лицо перед этими днями. Я не знаю, что с этим делать. Хотя я не могу сказать, что у меня сильно меняется рацион. Либо, предположим, я там сижу и жру сладкое. Нет, такого нет. Но при этом вот эта маска, она просто потрясающе, очень деликатно подсушивает высыпание. То есть, нет ощущения стянутости на коже, поскольку маска глиняная. Я была безумно удивлена, когда поняла, что эта маска, она не создает ощущение такой, знаете, скованности лица. Как будто бы у тебя оно мраморное становится. Маска очень приятная. Я ее держу минут 10 на лице и смываю. Использую где-то раз, два раза в неделю по необходимости. Храню ее, кстати говоря, в холодильнике. И вообще, все маски я храню именно в холодильнике. Потому что, таким образом, они еще такой, знаете, ну, легкий омолаживающий эффект создают. Немножко так кожу подбадривают. Поэтому крайне рекомендую вам попробовать вот эту вот линейку от La Roche Passay. И она действительно достаточно бюджетная. Вот. Но при этом действующая. Следующее, что я также хотела бы вам показать. Это моя первая покупка De Alba. De Alba. Я, честно говоря, не знаю, как эта марка называется. Я ее увидела у блогеров. Увидела, что они часто делают обзор на эту марку. И решила также попробовать их буквально хит. Это у нас многофункциональная сыворотка спрей с экстрактом белого трюфеля. Сыворотка выглядит очень приятно. Сейчас я вам ее покажу. Причем, знаете, может показаться, что флакончик стеклянный. На самом деле он создан из очень плотного пластика. И я считаю это большим плюсом. Я не люблю стеклянные баночки. Просто потому, что они могут в какой-то момент упасть, разбиться. И в этом плане это, конечно, не очень безопасно. Очень классная сыворотка. Как видите, она такая двухфазная. Я ее наношу перед кремом. Каждый день, на ночь. Мне очень нравится, как сияющая выглядит кожа. Очень классно. Пока что я тестирую это средство. Не могу о нем много что сказать. Но в целом, как сыворотка, очень прикольно смотрится. Так что, девчонки, берите на заметку. Кто думает, какую сыворотку покупать. В целом, вы можете рассмотреть The Alba. Она тоже достаточно бюджетная. Следующие это просто мои любимчики. Это пирин для кожи головы от Lador. Стоит он вообще сущие копейки. Порядка 100 рублей. Но, девочки, это просто супер бомбовая вещь. Я часто об этом говорю. Что я в целом люблю марку Lador по уходу за волосами. У меня есть их шампунь. Я честно могу сказать, что он действительно прям супер топовый за свои деньги. А это у нас деликатный пилинг для кожи головы. Я им пользуюсь каждые две недели. Просто втираю в корни, когда нахожусь в ванне, в душе и благополучно смываю. Пилинг реально деликатный. Он не дерет кожу головы. И при этом позволяет ороговевшие клетки благополучно снять. И таким образом у вас кожа будет меньше жирниться. То есть, если вы страдаете от того, что часто моете голову, часто чувствуете, что у вас какая-то перхоть, загрязненность, рекомендую попробовать пилинги. Вы можете их и дома поделать. Я знаю, что кто-то использует домашние солевые пилинги. Лично я не рискую. Беру вот эти. К тому же они достаточно бюджетные. Следующее у нас идет. Это мой эксперимент, девочки. Сейчас тоже хочу вам показать. Это мне посоветовала моя подружка. Называется домашняя мезотерапия. Не знаю, делали ли кто-то из вас реальную косметологическую мезотерапию. Лично я не делала, но при этом послушала ее советы и купила вот такой вот ролик. Этот ролик я взяла на Wildberries. Артикулы также я все оставлю. Это вот такой вот мезоролик, где маленькие-маленькие иголочки. Буквально, знаете, ну вот крохотулечки такие. У меня на 1 мм он взят. Я знаю, что он есть разных толщин игл. Длины игл. Не знаю, как правильно. Я взяла для лица. Знаю, что такие еще есть для тела. Что я делаю? Раз в 2 недели я беру вот этот мезоролик. Вот эту штучку я купила в золотом яблоке. Называется X-Mezo Solution. Увлажняющая сыворотка, которую я втираю в разогретую кожу при помощи этого ролика. То есть, это, повторюсь, мне посоветовала подружка. Я не знаю с точки зрения косметологии, дерматологии, насколько это правильно. В целом, я увидела классный результат. Кожа стала более светящейся, такой, знаете, отдохнувшей. То есть, эффект сохраняется однозначно. И я не могу сказать, что вы на один день нанесли, и все, на следующий день у вас снова тусклая кожа. Нет, на осень, на зиму потрясающе увлажняет. Потому что за счет вот этих микроиголочек, вот эта сыворотка лучше проникает в кожу лица. Обычно перед тем, как проводить подобную процедуру, я обязательно дезинфицирую ролик, лицо. И только после этого, начиная вот такими движениями проходиться по коже. Пока она немножечко не покраснеет. Очень важно этим роликом пользоваться аккуратно. То есть, ни в коем случае не сильно надавливать на кожу. То есть, вы просто легонечко проходите, проходите по лбу, проходитесь по щечкам, по подбородку. Но делайте это деликатно. Потому что я смотрела на Вайлберс, есть такие отчаявшиеся девчонки, мазохистки, которые вот в банальном смысле этого слова берут вот так вот и прям вжимают, короче, иглы в кожу. За счет чего у них образуется невероятная какая-то краснота, либо, возможно, даже кровь. Не рекомендую так делать. Пользуйтесь очень аккуратно такими вещами. Все, что касается игл, обязательно их дезинфицируйте. Потому что, не дай бог, вы еще занесете какую-то заразу, какую-то инфекцию. Это вообще очень просто сделать, если вы используете этот ролик неправильно. Ведь он содержит микроиголочки, которые действительно проникают в кожу, хоть даже на поверхностный слой. Но все равно ее сильно травмируют. Поэтому дезинфицируйте в том числе верхушечку вот этого X-Mezo. Это я использую, причем увлажняющую линейку. Знаю, что у них есть разные от морщинок, есть с витамином С. То есть выбирайте то, что нравится вам. У меня классическая увлажняющая версия. Причем, как вы видите, у меня вот сейчас практически полная бутылочка, хотя я использовала его уже два раза. Два раза. То есть средство достаточно экономное, хотя стоит оно порядка 2000 рублей. Но для домашнего использования я однозначно могу порекомендовать. И что очень важно, девочки, если вы берете вот такую штучку, ну как я думаю, я не косметолог, но просто вам даю такой человеческий совет. Если вы берете вот такую штучку с иголочками, то есть вы прекрасно понимаете, что средство проникнет в разы больше и глубже в вашу кожу, то берите хорошие вот такие вот увлажняющие сыворотки. То есть я все-таки не рекомендую, наверное, их с Wildberries заказывать, потому что для меня Wildberries какие-то домашние штучки, там знаете то, что ну несерьезные. Рекомендую вот это лучше купить в золотом яблоке, и чтобы это действительно вот была сертификация, потому что, не знаю, разные ситуации бывают. Не хочу, чтобы вы потом себе, не дай бог, что-то сделали, и у вас раздражение пошло. У меня раздражения не было, кожа очень быстро восстановилась, и я такие вот штучки, процедурки делаю раз в две недели. Перед сном кожа утром выглядит хорошо, нету никаких ни точечек, ничего, поэтому не переживайте. Хранится он, кстати говоря, вот в таком кейсе, и что очень интересно, на Wildberries он стоит прям копейки, я не помню, честно говоря, наверное, порядка 200, может быть, рублей или 300. Если вы берете мезороллер именно от этой марки, X-Mezo, то он стоит порядка 2000 рублей. То есть вы выбираете сами, какой ролик вы хотите взять. Честно, я разницы вообще между ними не вижу, и, соответственно, переплачивать за один и тот же товар просто под разными марками тоже не вижу смысла. Следующее, что у нас здесь лежит, это гель для бровей Pussy. Я его очень люблю, постоянно покупаю и пользуюсь только им. То есть у меня есть еще реконструирующая сыворотка Pussy, и есть вот такой вот гель. Очень его рекомендую, девочки, я думаю, что многие из вас его пробовали. Тоже он сейчас по скидкам в золотом яблоке, поэтому рекомендую присмотреться. Бровки действительно укладывают хорошо. Единственное, что расход у него очень такой интенсивный. Я думаю, что можно просто его поменьше набирать, например, вот на эту кисточку. То есть как-то это делать, знаете, вот так аккуратно, если вы хотите сохранить средство на подольше. Но мне оно действительно нравится. Это одна из лучших вообще кисточек, которых я видела. Следующее, что я себе взяла попробовать, это парфюм Richard со вкусом Бальчокола. Я увидела этот парфюм в рекомендации у одной девушки-блогера, и безумно захорелось его приобрести, потому что до этого долгое время я пользовалась исключительно парфюмом Tom Ford табака и ваниль. Мне очень нравится этот аромат, он унисекс, он очень приятный, он не навязчивый. Я, в принципе, не люблю очень сладкие приторные ароматы, но этот мне бездумно понравился. Вот действительно. Причем это прям пробничек, выглядит вот так вот. Очень удобно взять с собой в сумочку. Я вот часто с собой беру парфюм, потому что понимаю, что для меня запах, это, знаете, как вторая кожа. Я обожаю использовать парфюм, потому что я считаю, что человек очень хорошо запоминается по запаху. Поэтому, если вы до сих пор не пользуетесь парфюмом, девочки, либо пренебрегаете им, лучше берите, даже пусть он будет не самый дорогой, но поверьте, по парфюму у вас очень хорошо запоминает человека, и как будто бы первое впечатление о вас создается. Я вот для меня запах очень сильно важен в людях. Именно поэтому я делаю такой акцент на своем аромате. Много, долгое время я не изменяю Томфорд. Вот, но в этот раз решила также пробовать вот Ричард, причем взяла маленькую версию. И, девочки, мне очень понравился. Очень стойкий, в меру сладкий, приятно очень пахнет, и с собой очень удобно взять. Часть нашего анпакинга завершена. Берем с вами вторую коробочку, более миниатюрную. Открываем. Здесь у нас также находится сыворотка от La Roche Passay. Это сыворотка для проблемной кожи. Мне она очень нравится. Беру я ее не в первый раз. Вот так вот она выглядит. Это ультраконцентрированная сыворотка, сокращает несовершенство и среды акне, выравнивает микрорельеф кожи. Это действительно так. Очень люблю эту сыворотку. Использую ее точечно, наношу ее, как правило, там, где у меня какие-то высыпания происходят. Она очень комфортная, она не жгет, она не сушит сильно кожу. Поэтому, девочки, у кого проблемная кожа, рекомендую присмотреться. В целом, весь достаточно бюджетная и качественная. Поэтому у меня, видите, есть целая линейка по уходу за лицом от La Roche Passay. И действительно, она хорошая. Вот и все. То есть тут больше сказать ничего. Я не могу сказать, что она, знаете, какая-то выдающаяся, что вы воспользуете этой линейкой, и у вас морщинки рассосутся. Нет, такого не будет. Домашний уход, он создан для поддержания вашей кожи. То есть, чтобы она просто была увлажненная, напитанная. Чтобы лишний раз она не пересыхала. Особенно, когда мы говорим про домашнее отопление. Потому что в это время наша кожа очень сильно сохнет. И поэтому домашний уход, он создан для поддержания. Если вы хотите какой-то вау-эффект, это только косметологические процедуры. Понятное дело, что могут обещать все, что угодно. И то, что эта сыворотка излечит вас изнутри и все прочее. Но я беру домашний уход чисто с целью того, чтобы у меня кожа была увлажнена. И чтобы даже несмотря на отопление в доме, она себя чувствовала хорошо. Какие-то более глубокие процедуры я всегда делаю в кабинете у косметолога. И следующее, что у меня здесь лежит, это маска для лица от фирмы The Act. Сейчас я тоже вам ее покажу. Это вот такая вот масочка. Пахнет она очень-очень приятно. Это какая-то, знаете, шоколадка. Шоколадка, какао, в общем, что-то такое очень приятное, сладенькое. Маска сама по себе тоже достаточно приятного, телесного цвета. И мне она понравилась. Хорошая увлажняющая питательная масочка. На зиму самое то. Тоже в холодильнике обычно храню, как и все другие свои маски. Итак, на этом наш обзор золотого яблока завершен. Кстати говоря, мне интересно, угадаете ли вы сумму всех этих покупок, которые я вам покажу. Потому что в конце ролика я назову, сколько я это все потратила. Так, давайте теперь пойдемся по Вайлберису. Честно говоря, я никогда не относилась к тем девчонкам, кто постоянно покупает что-то на Вайлберис. И когда я часто видела какие-то мемасики, что вот там я готова идти в Вайлберис, там даже когда на улице град, снег, дождь, я никогда не понимала этого. Потому что для меня Вайлберис всегда было местом, где куча всякой всячины, но она, так сказать, не самого лучшего качества. Но не так давно, по совету своей подружке, я засела там Вайлберис часами, причем и отбирала для себя всякие крутые заказики. Поэтому я сейчас вам покажу несколько своих заказов. Здесь будет и одежда, и вещи для дома. Кстати говоря, вот эту вот штучку, которую вы сейчас видите на заднем фоне, я ее также купила на Вайлберис, все артикулы я вам оставлю. Я очень выборочно подхожу к покупкам для дома, но вот мне прям понравилось. Во-первых, это недорого достаточно, а во-вторых, смотрится безумно стильно. И даже если я вот эту вот тумбочку, здесь вообще вот эта штучка, она создана для хранения ватных палочек, ватных дисков, какой-то сортировки для дома. В общем, выглядит очень приятно. К тому же у меня квартира сделана в таком же похожем стиле, и я думаю, что отлично вписывается в общее видение моей квартиры, особенно с этой вазочкой. Давайте пройдем, значит, первое, что я себе заказала, это вот такое вот зеркало для макияжа. Оно очень удобное, здесь его можно прикрепить, прям приклеить к этому, к поверхности, к любой. Мне очень нравится, что это зеркало, оно с подсветкой идет. Посмотрите, вы здесь можете регулировать подсветку любым комфортным способом. Можете менять ее на желтенькую, можете менять ее на белый свет. В общем, зеркало очень классное, его нужно заряжать. Также его можно использовать в виде ночника, и мне нравится, что оно вот так вот классно регулируется. Поэтому я прям, знаете, вот так вот утром сажусь, значит, смотрю в зеркальце, свет мой зеркальца, скажи, даст и правду доложи. Беру и нажимаю белый свет, и у меня очень красиво получается использовать свой тон, когда я прям четко вижу всю свою текстуру кожи. Поэтому крайне рекомендую, зеркальце прям классное. Следующее, что я себе купила для дома, это вот такая вот штучка. Это подставочка для кистей. Я ее взяла для того, чтобы доставить кисти, но я думаю, что она очень многофункциональная, подойдет для всякой всячины. И стоила, наверное, порядка, если я не ошибаюсь, 300 рублей. Ну, то есть, прям действительно классно. И я подбирала, причем все вещи на Wildberries. Вот видите, чтобы оно все так сочеталось более-менее, потому что я очень люблю такой стиль, как бы такой, знаете, нежный, спокойный, домашний. Мне очень нравится золото. Ну, не в большом количестве, не рока-барока, конечно, а вот именно какой-то такой точечный. В общем, классная штучка, мне понравилась. Следующее, что я заказала, у меня здесь, знаете, просто какой-то валик огромный стоит. На самом деле, эта штука, это MFR ролик, насколько я знаю. То есть, это ролик для того, чтобы разгонять лимфу и прорабатывать мышцы после тренировок. Я купила его в таком розовом, сочном, таком конфетном цвете. Мне он очень понравился. Я уже практически каждый день с утра занимаюсь, как я делаю. Просто катаюсь на этом ролике, раскатываю спину, бицепсы, квадрицепсы, раскатываю попу. В общем, все для того, чтобы у меня хорошо работала лимфатическая система. И также после тренировок очень хорошо пройтись этой штучкой, потому что, видите, она такая супер рельефная. Ну, массажер, грубо говоря. Кстати, что очень хорошо, что он не болезненный, потому что есть такие же массажеры, которые, ну, прям очень такие неприятные. Этот терпимый. И когда, знаете, я там вечером, либо утром смотрю сиральчик, могу параллельно спокойно заниматься на этом ролике. К тому же он такого красивого цвета, потрясающего. В общем, девочке очень советую. Вещь для дома просто топовая. Следующее, что я приобрела для дома, это были вот такие вот тапочки. Я их уже, соответственно, ношу, поэтому, может, не смотреть на то, что они немножко не свежие. Вот, заказала их буквально неделю назад. Вот, поскольку ролик я снимаю, когда мне уже все вещи пришли, то я какие-то из них уже поносила. Вот такие вот милые домашние тапочки. Очень мне понравились. Мягкие, комфортные. На Вайлбаре огромное количество различных тапок для дома. Вот эти бежевенькие, молочные. Потрясающе подходят к моей квартире, к общему интерьеру, настроению. И действительно очень удобны в носке. Поэтому тоже могу рекомендовать. Тапочки стоили порядка 1000 рублей. Может быть, чуть дешевле. Следующее, что у меня было куплено для дома, это вот такие потрясающие банные полотенчики. Я взяла их комплектом. Я ими уже пользуюсь, поэтому покажу только часть. Это вот такие вот банные комплектики. Тоже, видите, с золотым оттиском. В двух цветах они идут в комплекте. Такой вот серенький, красивый графитовый оттенок. И молочные. Очень мне понравились по качеству эти полотенца. Тоже очень бюджетные. Я буду сейчас много раз говорить слово очень. Потому что действительно это дешево. Но при этом качество просто потрясное. Девчонки, всем рекомендую. Присмотритесь, пожалуйста. Потому что выглядят они прям классно. Действительно классно. Что важно, они очень комфортные в использовании. В одной упаковке там что-то порядка 6 штук или 8. Короче, это не все полотенца. Часть у меня сейчас находится в ванной комнате. Но в целом их достаточно много идет в комплекте. Я думаю, что на двоих точно подойдет. И у нас сейчас с вами осталось буквально две вещи. И все они относятся к женской одежде. Честно, я женскую одежду особо никогда с Файлберрис не заказывала. Но тут я увидела опять-таки у девчонок, блогеров вот эти вещи. И подумала, блин, классно выглядит. Хочу. Поэтому тоже вам хочу показать. Возможно, кто-нибудь из вас понравится. Они мне пришли вчера. Поэтому я их еще пока не открывала. Давайте немножко пошуршим. Сейчас у меня в руках платье. Платье в стиле Skims. Кто знает этот бренд? Очень у меня сейчас популярная модель платьев. Вышла обтягивающая секси вариант. Я решила такое же заказать на Вайлберрис по совету блогеров. Платье потрясающее. Я вообще на него не делала акцент. Потому что стоило оно очень дешево. И у меня, как ты знаешь, нет в голове состыковки, что дешево может быть действительно хорошего качества. Потому что, как правило, происходит все сугубо наоборот. Но это платье, оно очень приятно. Оно очень длинненькое. Идет в пол. Прямо красиво подчеркивает фигуру. Я думаю, что стройным девчонкам подойдет. Тут у меня рост метр семьдесят. И оно мне прям в пол. Красиво, стройно смотрится. Взяла вот его на таких лямочках. Конечно, второй вопрос, который меня интересует. Как я его буду сейчас носить зимой? Потому что на зиму достаточно, не сказать, что вещь прям ходовая. Но зато красивая. Вот так вот оно выглядит. В общем, кто искал себе классическое черное платье секси-шпекси, всем рекомендую присмотреться. Потому что, действительно, оно достаточно бюджетное. Вот такой вот бренд. Лемар называется. И так же, что я купила, эту посылку я ждала просто очень долго. Вообще, на самом деле, я долго решалась на покупку этого кардигана. Потому что, мне казалось, с одной стороны, это выглядит супер странно. Ощущение, как будто на тебе плед надет. А с другой стороны, очень уютно. Я думаю, что многие из вас, наверное, подумают, что сейчас пойдет речь о каком-то плюшевом кардигане. Ну, в целом, вы правы. Потому что это кардиган. Я его еще не носила. Он мне только вчера пришел. Вот такой вот красивенный. Вот такой вот, понимаете, весь в ворсиночках. В целом, наверное, порядка четырех, может быть, тысяч пяти. Посмотрите на него, девочки. Это просто... Он очень мягкий. Очень комфортный. Теплый. И главное, он идет в пол. То есть, он вот такой вот длинный. Ну, он прям реально огромный. С этим платьем просто конфетка, секси-шпекси. В общем, мне этот кардиганчик конкретно запал в душу. Крайне его рекомендую. Причем, цена у него очень-очень адекватная. При том, что кардиганчик, чтобы вы понимали, ну, где-то метр двадцать, может быть, длину. То есть, прям достаточно большой. А на этом наш сегодняшний обзор подошел к концу. Я очень рада, что вы досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, а также на другие мои социальные сети. Ссылочки я оставлю в описании. Всем сегодня желаю классного, хорошего настроения. До встречи в следующих роликах.